А еще лето – лучшее время для путешествий. Мало кто будет спорить, что летом в европейской части России, пожалуй, стоит самая комфортная и приятная погода, а родная природа щедро одаряет нас новыми позитивными впечатлениями. В последние пару недель жара выгоняет за город даже тех, у кого отпуск уже прошел или еще не начался, а выходные не хочется проводить в душном городе. И сегодня все больше жителей России делают выбор в пользу отечественных курортов, порой с приятным удивлением открывает для себя массу преимуществ отдыха в родных краях. Наша съемочная группа также совершила небольшой вояж по туристическим жемчужинам Верхней Волжи. Выбор нашей группы пал на озеро Селигер. Приятным бонусом является то, что дорога проходит через живописный торжок. А в каких-то 360 километрах от города Москвы на восточном берегу озера Пена у истока Волги рядом с озером Селигер располагается база отдыха Орлинка. Название этой базы определяет песчаная коса, устремившаяся к бескрайнюю гладь озера, распластав словно крылья свои широкие пляжи. Чистейший воздух, напоенный ароматами хвойного леса и трав первозданная природа, придают непередаваемую красоту и уединенность этого заповедного уголка. База отдыха Орлинка предназначена для тех, кто ценит красоту, ищет место, где можно провести отпуск всей семьей. Вдохнуть полной грудью изумительно чистого воздуха, пропитанного запахом мха, можжевельника и вековых сосен. Все это вы обретете вместе с приятным отдыхом в пансионате «Сокол», расположенном в Тверской области в 32 километрах от города Осташков. Территория протянулась километровой полосой вдоль побережья Селигера. На ней среди сосново-елового бора живописно разместились два пятиэтажных корпуса для проживания отдыхающих. Селигер-палас-отель – отреставрированный гостиничный комплекс, расположенный на озере Селигер в Тверской области. История отеля начинается в 18 веке, когда помещики Толстые основали здесь свою усадьбу в стиле классицизма. Наследие Толстых сегодня восстановлено. В главном здании располагаются комфортабельные номера и рестораны. В здании приемов – бальный зал в классическом стиле. Территория усадьбы представляет собой 42 гектара ухоженного и охраняемого ландшафта на полуострове с двумя благоустроенными пляжами, пристанями для водного транспорта, освещенными аллеями и площадками для проведения пикников и мероприятий на свежем воздухе. Очень удобная теплоходная пристань и регулярно прибывающие к ней прогулочные корабли дают возможность отправиться в увлекательный мини-круиз Даниловой пустыни. Такой активный, познавательный и полезный для здоровья отдых в центре России становится все востребованием. Многие россияне уже не считают рациональным тратить время и деньги на морские курорты в высокий сезон, когда на пляжах не протолкнутся, а в глазах рябит от отдыхающих. Если лето можно замечательно провести и в средней полосе России. Ну а в жаркие страны, где лето длится круглый год, можно отправиться как раз тогда, когда в России наступает некомфортное промозглое межсезонье.